Традиционно в майские праздники часть людей отмечает эти праздники, а часть людей находится на своих садовых, дачных и огороднических участках и начинает какую-то свою трудовую деятельность именно на земле. И безусловно это связано с сжиганием какого-то старого мусора, каких-то остатков на своих земельных участках и конечно это все как правило, к сожалению, сжигается. Поэтому в этой связи хотелось бы предостеречь все-таки граждан от того, что не следует все-таки разжигать костры на территориях своих домовладений, поскольку особый противопожарный режим предусматривает также и более серьезное наказание административное, то есть в виде штрафа. Если мы говорим о гражданах, это от 2 до 4 тысяч рублей, если мы говорим про должностных лиц, это от 15 до 30 тысяч рублей и на юридических от 200 до 400 тысяч рублей. Поэтому с большой осторожностью необходимо все-таки проводить эти майские праздники и все-таки мусор стараться убирать в специальные места для сбора и отвода для мусора, для сбора мусора. То, что касается использования мангалов, конечно, скажу правду, правилами противопожарного режима каких-то особых дополнительных требований к использованию мангалов нет, но все же это источники открытого огня. И с учетом того, что, как правило, мангалы устанавливаются на сухую траву, то есть где-то вблизи строения, естественно, рядышком со своими дачными домиками и так далее. То есть, безусловно, здесь нужен постоянный контроль за использованием мангала, то есть постоянно следить за тем, чтобы искры, какие-то элементы, древесины горящие там, да, угли не попадали на траву и, ну, не произошло элементарного распространения огня, значит, по траве на здания и сооружения. То, что касается ограничений, у нас правилами противопожарного режима предусмотрено расстояние именно от мест сжигания мусора и разведения костров 50 метров. Но это только если не введен особый противопожарный режим. То есть в настоящее время он введен, поэтому разведение костров на любом расстоянии от здания и сооружения, оно запрещено правилами. У нас с 15-го числа постановлением правительства Вологодской области введен, значит, пожароопасный сезон на территории области. С 20-го числа на месяц, то есть до 20-го мая, также постановлением правительства у нас введен особый противопожарный режим, то есть который вводит дополнительные требования пожарной безопасности, которые связаны с ограничением посещения торфянников, значит, лесного массива и сжигания, разжигания костров, сжигания сухой травы на землях всех категорий.